Всем привет! Меня зовут Данил Зорин. Я несколько лет занимаюсь С-разработкой и также участвую в проекте KokoHeadServer. И сегодня мой доклад будет про кодогенерацию Swift. Вы наверняка все сталкивались с тем, что пишете boilerplate code в том или ином виде. Возможно, вы используете Viper, MVVM, MBP, какую-нибудь другую архитектуру. И каждый раз копируете компоненты вручную, добавляете с другого модуля. Либо, возможно, вы каждый раз тратите время на добавление шрифтов, кода для шрифтов, срок локализации и любых других ресурсов. Или вы можете очень часто писать однотипные экстеншены, такие как equitable, hashable, JSON, parsing и так далее. То есть это код, который в 99% случаев очень похож, и было бы хорошо, чтобы этот код автоматически генерировался за нас. Также мы уменьшим количество багов, потому что, создавая все вручную и копируя, мы можем… Шанс, что появится у нас ошибка, гораздо больше. Самая большая проблема в программировании – это не компьютеры, это не программы, это, конечно же, мы, разработчики, и у нас есть шанс повлиять на это, и кодогенерация нам в этом неплохо поможет. О чем мы сегодня поговорим? Мы разберем некоторые популярные инструменты для кодогенерации в сифте, потом дойдем до Sorcery, подробнее о нем поговорим, и также напишем шаблон для Sorcery, и у нас будет демо. Вот. Поехали. Вот такие инструменты у нас есть. Я их разделил на три группы, как видите, потому что каждый инструмент из этой группы выполняет, точнее, коды генерируют, точнее, выполняет генерацию кода под свои задачи. Первая группа – это Xcode Template и Generambo. Это генераторы, которые позволяют вам создавать модуль или какой-то каркас для ваших классов, модулей и так далее. Вторая группа – это кодогенерация для ресурсов вашего проекта. Это SwiftGen, AirSwift и Natali. AirSwift, кстати, это аналог AirJava в Android. То есть в Android это происходит автоматически, там это уже встроено в билд-систему, но вот в свифте у нас такие open-source инструменты. Вот. И это очень хорошо работает, когда у вас в проекте очень много ресурсов, вы не делаете очень много мелких, вы не выполняете мелкую рутинную работу. И последняя группа – это из одного инструмента, это Sorcery, позволяет вам генерировать очень такой однотипный boilerplate код, используя техники метапрограммирования. Вот. Мы об этом поговорим. Первая группа – Xcode Template и Generambo. Для чего они могут использоваться? То есть это могут быть какие-то генерации каких-то компонентов в модульных архитектурах. То есть, допустим, в случае вайпера у вас может быть до 20 классов, и вы можете на это тратить до 10 минут. Вот. Но не обязательно, чтобы это были какие-то там модули для каких-то архитектур. Это может быть просто класс там для SOA, то есть сервисы в сервис-ориентированной архитектуре, либо там просто view controller, stable view или collection view, потому что это тот код, который мы пишем очень часто. Так сложилось, что в iOS большинство экранов – это table view или collection view. Ну, либо это какие-то экраны, классы, специфичные для вашего проекта. Первое, что вы можете использовать для этого – это Xcode-шаблоны. Это всем привычный инструмент. Мы каждый день используем Xcode-шаблоны, когда создаем Swift-файлы, когда создаем Objective-C файлы, ячейки, view-контроллеры и так далее. Но кроме того, что мы можем использовать такие шаблоны, мы можем еще создавать свои кастомные шаблоны. У нас есть такая замечательная возможность. И давайте посмотрим на преимущества Xcode-шаблонов и на недостатки. Первое преимущество, на мой взгляд, это удобное использование прямо из Xcode. То есть вы создаете… Это для вас очень привычно, это удобно. В общем, отлично. Дальше есть прикольная возможность добавлять менюшки, чекбоксы для удобного и гибкого создания ваших модулей и классов. На этом все преимущества кончились. Дальше будут только недостатки. Первый недостаток – это синтаксис. Я надеюсь, видно. Вот, должно было быть видно. Первый недостаток – это синтаксис. То есть чтобы вставить название модуля, вам нужно вот такой некрасивый код вставлять. То есть с этим можно жить, если вам нужно вставить в пару мест. Но если у вас вот такой компонент, где название модуля просто везде, то это очень трудно читать, особенно новичкам. А вторая проблема – то, что чтобы добавить Xcode, в Xcode нет каких-то удобных вариантов, вам нужно буквально добраться до 10-й папки и свой шаблон туда закинуть. В принципе, это можно решить написанием шаблона, ой, написанием скрипта, извиняюсь, который будет закидывать содержимое вот сюда, по этому пути. Следующая проблема – Xcode очень нестабилен при работе с шаблонами. То есть, что очень часто бывает, при любом даже минорном обновлении Xcode у вас слезают шаблоны, и вам надо их заново туда добавлять. И последняя проблема – то, что если вы хотите, чтобы в вашем модуле файлы были разбросаны по папкам, то при добавлении в Xcode у вас референсы все будут сломаны, и это фиксится только вот таким образом. вам нужно удалить все референсы и заново добавить весь модуль. Вот это два лишних действия. В общем, геморрой. И так как Xcode template имеет такое количество недостатков, и плюс это ипловый инструмент, и у нас нет возможности как-то его расширять под себя, то это пососовствовало все появлению генерамбы. Генерамба – это… То есть генерамба, если вы о нем не слышали, это те же самые Xcode-шаблоны, но на стероидах, потому что они решают все проблемы, которые я перечислил. Вот. Генерамба работает шаблонным движком Liquid. Давайте я расскажу немного про шаблонные движки, но в общем, потому что мы еще сегодня с ними столкнемся. В общем, нам нужны вообще шаблоны для чего? Мы их используем для того, чтобы описывать то, как работает наш boilerplate код. И что мы можем сделать? Мы можем взять какой-то контекст, то есть в виде JSON, отправить его, точнее, принять его в шаблоне, и в шаблоне мы уже можем обратиться к этим полям и что-то с ними сделать. Шаблон поддерживает свой собственный язык, то есть это такие привычные для вас конструкции, как for, ветвление, false, и обращение к переменам происходит через такие двойные скобки. Ну, апперкейс — это фильтр, то есть может быть какая-то работа со стройками и все такое. И в результате вы получаете вот такой код. Ну, тут не код сейчас, но представьте, если у вас будет 100 статей, то представляете, сколько кодов будет сгенерировано. И вот так выглядит шаблон в генерамбе. Это читать гораздо удобнее и легче. И после того, как у нас есть шаблон, мы создали шаблон, все, что нам нужно сделать, это создать файл конфигурации RamboFile. Он вам задаст вопросы, куда вы будете закидывать модуль и подобные. И все. И после этого также просто добавляем шаблоны, то, чего в Xcode нету. И после этого все, вам остается в одну строчку очень просто создавать модули. И плюс генерама поддерживает работу с Xcode Project файлом из коробки. То есть все файлы, которые вы добавите, они автоматически будут добавлены к нужным группам в Xcode. И последняя мелочь, сейчас, секундочку. И последняя мелочь, то, что с Xcode шаблонами в принципе нельзя разные файлы добавить к разным таргетам. То есть вы можете только к одному или к двум. И в генерамбе это также решается. Можете в специальном specification файле указать, куда закидывать ваши файлы, каким таргетам. Подведем небольшие итоги. Никакой монотонной ручной работы. Мы можем сфокусироваться на реализации фич. И также минимизируем потенциальные ошибки при создании модуля, потому что они также могут накапливаться. Когда вы будете копировать каждый раз и так далее. И для всех простых задач вы можете использовать Xcode шаблоны, но для всего остального есть генерамба. Идем дальше. Коды генерации для ресурсов. Мы все используем ресурсы по-разному в наших проектах. И самая популярная проблема, которая с ними есть, это то, что все ресурсы используют string-based API. И понятно, какие с ними могут быть проблемы. В первую очередь вы можете просто забыть, что вы хотели написать, потому что у вас нет автокомплита. И также вы можете допустить ошибку, и о ней узнать только во время выполнения программы. Компилятор вам об этом ничего не скажет. Но мы все хорошие разработчики. Мы знаем, что писать строчки в коде — это очень плохо. Конечно же, мы напишем helper, в который добавим константы, и будем безопасно использовать константы в коде. Казалось бы, все отлично, все безопасно, но что если у вас файл localizable strings на тысячу строк, или у вас 50 segway в проекте, и вам просто не хочется поддерживать эти хелперы, тратить время на это, в общем, это рутина, то тут на помощь приходят инструменты для кода генерации SwiftGen, AirSwift и Натали. Я накидал вот такую табличку, что конкретно умеют генерировать каждый из этих инструментов. Как видите, SwiftGen и AirSwift умеют делать почти одно и то же, но так как есть негласное правило, что для ячеек, сибов и экранов storyboard мы пишем аидентифайеры такие же, как и название класса, то мы можем написать простой extension в три строки, которая за нас это будет делать, и я не вижу смысла генерировать для этого код, лишнее полотно, я думаю, вам компилировать не нужно. Поэтому я позволю себе сделать вот так. И теперь SwiftGen и AirSwift делают точно, примерно одно и то же, за исключением еще каких-то ресурсов. Вопрос тогда, в чем разница между ними. На самом деле разница между ними минимальная, это только в API, который они генерируют, и поэтому их можно назвать основными конкурентами. У них даже звездочек на GitHub примерно одинаковое количество. Поэтому использовать тот или иной инструмент, это такое дело вкуса, какой API вам больше нравится. И последний инструмент это Натали, вот в сторонке стоит. Натали умеет генерировать код для сторибордов и сигвеев, и у вас может возникнуть вопрос, зачем нужен Натали, если есть другие инструменты, которыми умеет генерировать то же самое и даже больше. Ответ простой. Вы можете просто активно в вашем проекте использовать сториборды и сигвеи, а написание хелперов для остальных ресурсов не будет для вас такой головной болью, потому что их просто мало в проекте. Ну и, соответственно, не подтягиваете лишний код в зависимостях. Давайте посмотрим немного на устройство работы. То есть оно, в принципе, несложное. Парсятся папки вашего проекта, потом мы получаем какое-то внутреннее представление. Это может быть, например, JSON из названий шрифтов. И мы это пропускаем через template, в данном случае stencil, и получаем уже сгенерированный код. Отлично. R-Swift и Натали работают примерно так же, но они представляют свой boilerplate-код без темплейтов. Если вам интересно, как это можно сделать, то я покажу на примере Натали. Это максимально просто вот так. Можно в строчку написать, вот создатель это либо запарился, вот так сделал. Но, скорее всего, это чтобы не подтягивать зависимости, потому что в Натали зависимости никаких нет, но, тем не менее, видите, как можно это сделать без темплейтов. И для наглядности посмотрим, какой код у нас регенируется. Раньше это были строчки, теперь константы, все безопасно, красиво. Подведем небольшие итоги инструментов для кода генерации. Первое. У нас есть теперь автокомплит. Мы точно не забудем, что хотели написать. Мы можем вообще забыть об этой области проекта. Это самое замечательное, что в этом есть. То есть вы можете теперь добавлять ресурсы, и весь код будет генерироваться автоматически. Вот. Это теперь не ваша головная боль. Никаких опечаток в строках, потому что мы теперь используем константы. И, конечно же, Type Safety код проверяется во время компиляции. Окей, мы умеем генерировать код для модулей, умеем генерировать код для ресурсов. Отлично. Но что за счет вот такого кода? То есть этот код вроде одинаковый, но что-то в нем отличается всегда. Это либо название переменной, либо имя типа и так далее. Либо вот такого кода, да? То есть equitable. То есть он всегда похож, вы всегда пишете одинаковый код. Здесь, конечно, небольшая пометка на полях. Со SWIFT 4.1 появится такая фича в SWIFT, как синтезированный equitable и hashable. И нам, конечно, придется гораздо меньше писать такого кода. Это хорошо, язык развивается, хорошая новость. Но это не единственный boilerplate код, который нам приходится писать. И для генерации такого кода мы будем использовать Sorcery. Что вообще Sorcery делает? Sorcery сканирует ваш source-код, получает всю информацию о нем, то есть это типы, названия, перемены, функции и так далее, и применяет к нему вами созданные шаблоны, и уже из этого генерирует SWIFT-код. Позволяет вам таким образом использовать техники метапрограммирования, минимизируя время и минимизирует ошибки. Давайте немного, чтобы немного лучше понять, я предлагаю сформулировать, что такое метапрограммирование. Есть сложное определение в Википедии, пусть оно там и останется. Вот простое. Метапрограммирование — это код, который пишет код, соответственно, имея метод данные. Это может быть изменение программы самой программы во время выполнения. То, что мы все знаем Objective-C Runtime, то есть можем обращаться к селекторам, подменять методы, там, KVO, KVC, но для чистых SWIFT-объектов это недоступно, да и, честно говоря, это не совсем безопасно, потому что вы о своих багах узнаете только во время выполнения программы. Вот. И для чего на самом деле 95% людей используют метапрограммирование? Это программирование, это для автоматической генерации бойлер-плейт-кода. Я сказал, что Sorcery получает всю информацию о вашем коде. Вам, наверное, интересно, как он это делает. Давайте посмотрим. В основе всего лежит SourceKit. SourceKit — это эпловый фреймворк, который использует Xcode для поддержки таких фич, как автокомплишен, подсветка синтаксиса, понимаете, да, кто во всем виноват, перейти по документации, jump to definition, и вот все, что связано с SourceCode. И по сути своей SourceKit не умеет отдавать данные, и для этого у нас есть небольшой фреймворк SourceKitten. И SourceKitten что делает? Он коннектится к SourceKit, парсит синтаксическое дерево и отдает вам уже в виде JSON информацию о синтаксисе и структуре вашего кода. Плюс поверх всего этого Сорсери использует свой дополнительный парсинг, потому что такие вещи, такие мелочи, как description, associated value для инумов, SourceKit не умеет отдавать. Вот. Ну, еще небольшая схемка, как это все происходит. То есть мы имеем код, парсим его вместе с SourceKit, получаем типы, названия, переменные и так далее, пропускаем это через template, написанный нами, и мы получаем новый код. Наверное, в словах это трудно понять, поэтому давайте закодим демку, напишем свой шаблон. Так, перейдем в Xcode. С чем нам часто приходится сталкиваться, это с написанием парсинга JSON. Лично я использую SwiftJSON, но boilerplate кода от этого не уменьшается, поэтому я предлагаю написать шаблон, который будет генерировать вот этот код, чтобы нам просто и легко пришлось бы написать только вот типы и все. Точнее, переменные и все. Давайте напишем небольшой план, небольшой to-do, что мы хотим, чтобы наш шаблон поддерживал. То есть у нас есть какие-то примитивные типы, плюс с back часто прилетают поля со snack кейсом, давайте сделаем тоже их поддержку. И также я добавил побольше разных типов, чтобы покрыть максимальное количество кейсов. То есть description, какие-то другие типы, опционалы, другие типы, массивы, инумы. И плюс еще такая мелочь. Возможно, у вас есть какие-то переменные, которые вы не хотите использовать для внутренней логики и не хотите, чтобы они парсились. Это мы тоже учтем. Что сейчас делаем? Мы добавим модель, на которой мы будем генерировать код. И Sorcery еще поддерживает работу с аннотациями. То есть мы можем написать вот таким вот образом Sorcery Swifted G-Sone Representable. И для чего нам это может понадобиться? Например, я не хочу, чтобы мой код генерировался для всех моделей, а хочу, чтобы он генерировался только для тех, которые имеют вот такую аннотацию. И мы в шаблоне проверим наличие вот этой аннотации. Что еще очень удобно в Sorcery? Он имеет такую вот киллер фичу, как DemonMod. Что она вам позволяет делать? Вы можете писать темплейт и моментально видеть изменения. Все, что вам для этого нужно будет сделать, это добавить такой атрибут Watch в команде Sorcery. Поэтому предлагаю сразу запустить DemonMod. Отлично. И перейдем к нашему шаблону. Я говорил, что нам нужно проверить наличие аннотации, поэтому давайте пробежимся по всем типам. Пробегаемся по всем типам. И мы проверяем, что все типы должны иметь вот такую аннотацию Swifted JSON-Representable. Мы можем создавать код в отдельный файл или делать онлайн-коды прямо в конец скопа нашего типа. Ну, примерно так, как вот в этом классе. Конец. Меня это устраивает, поэтому я буду делать так. Для этого нужно добавить вот такие аннотации в шаблон. И давайте напишем init и test. Проверим, что у нас код генерируется. Сохраним. Перейдем в нашу модель. Видим, что код сгенерировался. Отлично. Предлагаю пойти по плану и добавить поддержку примитивных типов. Вот. Давайте прямо вот так вот скопируем. Что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно пробежаться по всем переменам нашего типа. Таким вот образом по всем store variables. И теперь давайте вот так прямо добавим. Секунду. И теперь мы хотим вытащить в нашем шаблоне имя нашей переменной. Это делается вот таким образом. Простым. Variable name. И здесь у нас тоже будет variable name. Отлично. И вот здесь у нас должно быть еще имя типа с маленькой буквы. Давайте это тоже добавим. Делается это таким образом. Берем variable, variable, type name. И с маленькой буквы мы добавим такой фильтр, как lower first letter. Отлично. Сохраним. И посмотрим, что наш код сгенерировался. Вот. Отлично. Код ставил. Видим, что наш код сгенерировался. Да. Мы хотели сделать поддержку snake кейса. Давайте также это сделаем. Здесь у нас snake кейс. Перейдем в шаблон. Это делается очень просто. Также добавляется один фильтр. Camel to snake кейс. Сохраняем. Переходим. И видим, что у нас теперь уже snake кейс. Отлично. Предлагаю пойти дальше. Мы хотим поддерживать опционалы. Давайте посмотрим, чем у нас отличается optional от обычного. Определение в парсинге. У нас нет вот тут value. И плюс, если мы сейчас генерируем код. Давайте добавим опциональную перемену. Так. Если можно сделать обмен, пожалуйста, что если кто-то на первом этаже разделался в гардеробе, то надо сейчас забрать курки. Профессори, он уезжает. Ага. А если кто-то в гардеробе на первом этаже оставлял курки, то их надо будет сейчас там забрать. Давайте после этого доплатим. Да, чуть-чуть осталось. У нас будет большой перерыв, и мы будем. Хорошо. Так. Да, продолжим. Да, я сгенерировал код, обновил. Мы видим, что у нас тут потянулась переменная со знаком вопроса. Нас это не устраивает. Давайте тут исправим немножко. Нам нужно и брать не имя типа, а unwrapped type name. То есть мы будем брать unwrapped на это имя. И плюс мы не должны добавлять value. Мы добавим такое условие. Если у нас переменная из optional, ну, вернее, если она не опциональная, то мы только в этом случае будем добавлять value. Сохраним. И посмотрим, что... Так. Вот. Действительно так. DemonMod иногда немного тупит. Вот. И посмотрим, что действительно так. Теперь у нас string. Все отлично. Поехали дальше. Дальше мы добавим поддержку других типов. Предлагаю добавить другой тип. Copyright. Так. Вот так. И также добавим аннотацию. И мы уже... Вот тут магия. Мы уже можем сгенерировать код для этой модели. То есть мы еще не дописали даже шаблон, но уже мы можем генерировать код для примитивных типов. Вот это чудеса. Отлично. Давайте добавим еще в нашем классе переменную для класса. И добавим здесь условия. Теперь нам нужно проверять... Так. If... Так. Мы здесь будем проверять, если переменная, вернее ее тип, имеет такую же аннотацию, SwiftedJSONRepresentable, это значит, что наш тип является... Наши перемены являются тоже типом, каким-то классом, который будет принимать сейчас JSON. Вот. В другом случае, иначе мы будем поддерживать наши примитивные типы. Вот. Давайте отсюда скопируем. Что у нас здесь будет? Как пример. Добавим вот сюда. И теперь... Так. Это мы можем спокойно скопировать, и это тоже абсолютно спокойно можем скопировать. И все, что нам осталось добавить, это... А, еще нам нужно копирайт поменять на имя класса. Мы это можем взять отсюда. Мы это уже писали. Отлично. Только нам не нужно делать первую букву маленькой, и это уберем. Сохраним. И также посмотрим, что код сгенерировался. Идеально. Что мы дальше сделаем? Сделаем еще поддержку RAF. Таким вот образом. С RAF... Давайте скопируем его отсюда. Что мы будем делать? Мы будем брать массив JSON-ов и маппить его к типу нашего массива. Для этого мы добавим еще одно условие. Конечно же. И проверим. Если наша переменная isRey, то... Так. Тут опять мы вставим то же самое, что у нас было. Это не изменяется. Вот. И здесь нам нужно вставить имя типа. Для массивов это берется не так же, как для других. То есть это делается немного сложнее. То есть нам нужно взять имя типа, скастить его к RAE и потом взять тип элемента. Вот. Сохраним. Так. Все. Отлично. У нас взялся стринг. Мы можем спокойно сюда поставить copyright-info. У нас, соответственно, будет copyright-info. Мы можем также использовать массив. И ближимся к концу. У нас остался enum. Давайте добавим enum. И с enum у нас ситуация очень похожа так же, как и с классом. То есть примерно то же самое, только нам еще нужно добавить rowValue description для initializer. И также enumeration принимает у нас стрингу. Добавим string. Плюс у нас будет дефолтное значение, потому что может initializer вернуть nil, потому что он failable. Здесь мы опять же добавим условия иначе. Мы проверим, если переменная, ее тип, это enum. Тогда давайте скопируем как класс, потому что очень похожи как классы. Все, что нам нужно будет сделать, это добавить здесь rowValue. Здесь добавить string value, потому что у нас принимает стрингу. И дефолтное значение. Таким вот образом дефолтное значение мы подхватим вот отсюда. Так, сохраним наш template и посмотрим, что все работает. Вот, идеально. И последняя мелочь. Все, что нам осталось. Помните, я говорил, что у нас есть какие-то перемены, которые мы хотим использовать для внутренней логики и не хотим, чтобы они попадали под парсинг. Если мы сейчас это сделаем, она появится здесь. Нам это не нужно. И это делать тоже очень просто. Ну, вместо скипа можно добавить сюда любое другое название. Мне нравится скип. И вот тут вот в цикле for мы добавим еще условия, что если переменная имеет аннотацию скип, то она просто-напросто не попадет в этот цикл. Сохраним. И видим, что у нас ее теперь здесь нет. Отлично. Таким образом, мы написали шаблон всего в 17 строчек, которые генерируют за нас весь код парсинга, и мы можем об этом больше не думать. Отлично. И мы это сделали всего за 10 минут. Ладно, вернемся к презентации. Вы можете подумать, что Sorcery может замедлять как-то ваши билды, потому что вы будете генерировать этот код при каждом билде, если добавите это в билд фазу. Но это не так, потому что Sorcery использует SourceKit, и он достаточно быстро парсит. К тому же в Sorcery используется очень много кэширования и оптимизации, поэтому первый прогон будет немного долгий, но все остальные будут гораздо быстрее. То есть раза 3-4. И это значительно быстрее компиляции SwiftCode, то есть тут 0,3 секунды, поэтому можете даже об этом не беспокоиться. И какие-то готовые шаблоны. Нижние два ряда — это какие-то опыт-сорсенные, то есть какие-то другие люди написали, а первое, то, что выше, это вы можете найти в репозитории Sorcery и уже использовать. Эти все шаблоны уже готовы, и вас никто не останавливает, чтобы вы написали такой же шаблон под свои цели. Мы на проекте Coca-Head Server используем Linux Main и Automodel Generatable, Linux Main для тестов, для того, чтобы тесты работали на Linux, и Automodel Generatable для того, чтобы наши модели в Vapor могли, ну, точнее, они могут подписаться на много протоколов, мы просто генерируем этот код, большое количество boilerplate кода. Можете посмотреть в репозитории, познакомиться. Вот, небольшие итоги подведем. Уменьшайте количество boilerplate кода в ваших проектах, потому что нет смысла тратить на это время, когда вы можете написать простой шаблон и получить проект. Вы можете писать код один раз и тестировать один раз, посмотрели, что все работает, и дальше у вас будет создаваться всегда проверенный код. Также ограничивайте риск человеческой ошибки, и мы уменьшаем гораздо, очень сильно затраты на поддержку кода, потому что больше не пишем этот код. То есть код, который мы не пишем, в том коде нет багов, и это вот работа шаблонами. Немного ресурсов, немного больше информации по генерамбе, док и по сорсере. Вот это все легко гуглиться. И интересно, можно послушать подкаст Fatal Error на английском про код-генерацию. Там полчаса рассказывать про код-генерацию. Тоже интересно, можно послушать. И последняя статья Бегемана про то, как читать Swift Standard Library. Она интересная, поэтому я решил даже немного рассказать. Я добавил несколько слайдов, чтобы рассказать, потому что это очень интересно. То есть в чем идея? То есть если вы зайдете в репозиторию Swift и захотите посмотреть имплементацию Quittable или Hashable, вы можете заметить, что где-то треть или две трети файлов, я не помню точно, имеют расширение GYB. Если вы туда зайдете, подсветка будет сломана синтаксиса, и также будет смешан Swift код с каким-то другим кодом. Так вот, это другой код, это Python, и GYB расшифровывается как Generate Your Baller Plate. Это при процессор, написанный командой Swift для внутреннего использования. И основные причины, по которым они его используют, это для имплементации почти идентичного кода для разных типов. То есть, например, интов у вас может там 8 или 10 штук, если я не ошибаюсь, и было бы очень непрактично одни и те же методы вручную или как-то копировать. Поэтому это первая причина. И вторая, это потому что некоторых фич еще в языке нету, например, как протокол conformance. Но библиотеки, они нужны для реализации основных типов. Как воркараунд. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Скажите, вот Sorcery, он генерирует файлы при каждом билде, получается. То есть компилятор X-кода достаточно глупый, и он понимает, что эти файлы новые, и получается он их перебилживает. То есть кэш этих файлов он не использует. И, соответственно, билды становятся гораздо дольше. Сталкивались ли вы с такой проблемой? И если да, то как решали? Нет, мы не сталкивались с проблемой, что у нас долго это все происходит, потому что в Coca-Head сервер Xcode Project не используется, мы там используем просто скриптик. Но такая проблема может быть только, если вы будете использовать шаблоны не формата Stencil, а формата Swift Stencil, потому что Sorcery поддерживает несколько, то они будут перекомпилироваться и реально дольше собираться, потому что там код каким-то образом, я не помню точно, копилируется. И там, наверное, в несколько раз точно вы будете дольше ждать. Вот. И насчет кэширования я не уверен, не могу сказать, но знаю точно, что кэширование используется много, и вот точно это не займет много времени. Я могу дополнить, если можно. В проекте CocoHeads Application у нас была такая ситуация, мы просто добавили условия, если был clean, то мы генерируем файлы, в противном случае мы просто игнорим кодогенерацию в SwiftGene. Это спасло нас, сэкономило время. Еще вопросы? Здесь был рассмотрен довольно простой пример маппинга на SwiftGeson, но так бывает не всегда, к сожалению, в нашем реальном мире, особенно если это какой-то внешний API. То есть, к примеру, есть какая-то не совсем адекватная JSON, которую нам нужно замаппить в наши внутренние объекты, и там внутренний процесс маппинга получается очень сложный. И что делать в таких ситуациях, чтобы вот этот кодогенератор не убил к чертовой матери весь тот код, который был написан? Ну, во-первых, когда вы используете вот такой маппинг, конечно же, лучше вводить какие-то стандарты, чтобы было заранее известно, что у вас точно будет такое приходить. Но очень легко можно добавить поддержку с помощью аннотаций. Можете добавлять, если у вас другое название поля с байка прилетает, можете это аннотациями легко сделать и использовать, сделать такую поддержку. Если у вас используется какой-то кастомный, то это тоже можно сделать с помощью аннотации. Вы можете написать какую-то функцию или какую-то переменную computed variable и сверху поставить какую-то аннотацию и в генерацию будет подтягиваться именно вот эта переменная. А вы уже сами руками напишите этот код. То есть, ну, это можно сделать. Так трудно, наверное, объяснить. Если что, можно написать, я попробую объяснить. Вот так. Еще один вопрос и на перерыв. Ну, тогда я задам вопрос. Ты привел интересный пример, связанный с JSON, но с codable, decodable, сif4, настолько ли это актуально? Это первая часть вопроса. И какие другие интересные кейсы применением метапрограммирования в проекте можешь привести? Спасибо. С codable, decodable тоже спокойно можно написать, применять. Но особенно, когда у вас кастомный тип или какая-то кастомная реализация. Интересные примеры реализации именно про шаблоны, да, какие-то? Да, есть шаблоны. Также можно для тестов это использовать. Очень часто пишутся Moki, stubы. Можно спокойно в тестах сгенерировать кучу кода и сэкономить кучу времени. Потом, я недавно смотрел примеры как раз автора SwiftGen, он написал такой шаблон, который, например, если вы пишете на вайпере, то протокол обычно имеет почти у вас все функции в своем списке. Вы можете это автоматически все генерировать, вы можете написать в имплементации функции и он автоматически создаст за вас протокол и забьет его этими функциями. То есть протокол автоматически создастся, мне это понравилось. Вот, я его там тоже приводил. Плюс вот мы используем для Linux Main, там реальный boilerplate, то есть, чтобы тест работал на Linux, вам нужно взять строчку и, можно сказать, ее, грубо говоря, скопировать, вставить там в определенный массив. Вот, и это делает руками неблагородное дело, поэтому это тоже может... Спасибо. Поблагодарим спекера.